Ну что, ребята, вот мы с вами и на новом острове в этом году. Сегодня мы первый раз приехали на новый замечательный Карибский остров под названием Синт-Мартен. Очень замечательный остров, очень интересно. Как говорится, остров с европейским вайбом, с европейской атмосферой. То есть многие европейцы сюда на самом деле приезжают, чтобы отдохнуть. Мы сегодня прилетели, перелет был, можно сказать, один из лучших. Были как бы накладки, вопросы, но об этом отдельная история. И мы находимся на пляже под названием Капыкой. Посмотрите, какой замечательный пляж Капыкой. Сейчас 5 часов по местному времени. И мы буквально прилетели, наверное, часа 3 назад. Вот, где-то в 2 часа по местному времени мы были на этом замечательном Карибском острове. Очень много, конечно, рассказать об этом острове. То есть, ну, выбор не лучший, но место, я бы сказал, такое очень движевое. То есть, не сказал бы я что-то для спокойного отдыха. То есть, много очень интересных моментов, много особенностей этого острова. То есть, это самый маленький в мире остров, на котором сразу находятся 2 государства. То есть, северная часть этого острова это Голландия, заморская территория Голландии. И, не, я не прав. Наоборот, южная часть это Голландия. Видите, еще приехал первый день, путаюсь. А северная часть принадлежит Франции. То есть, как говорится, можно сразу побывать в 2 государствах. В Европе недалеко от Америки. Вот такой замечательный у нас пляж. И с вами мы сегодня на острове Капикой. То есть, сразу видно европейская, как бы, культура. Много движа, всякие, такого количества лодок, яхт я нигде, на самом деле, не встречал. То есть, вот здесь, в округе я вижу штук 5-10. А что творится, как бы, на самом острове, так вообще. Как говорится, их больше даже, чем машин. Яхт, лодок и т.д. и т.п. Вот, как говорится, сразу чувствуется европейская культура. Заходишь на пляж, нудистов хоть, как говорится, отбавляй. Нудистов тут больше, чем надо. И поэтому вот такие вот у нас дела. То есть, самое интересное, чем хуже делать, тем больше нудистов тут. Но об этом тоже будет отдельный отчет. Просто, ну, реально, такого смеха я давно не встречал. Вот, ходишь по пляжу, снимаешь, прикалываешься. Вот. И вот он один, как говорится, из интереснейших пляжей острова Синт-Мартен. То есть, ну, от меня можете услышать Синт-Мартен иногда, иногда Синт-Мартен. То есть, Синт-Мартен. Мартен это на голландский манер, это голландская часть, французская часть Синт-Мартен. То есть, условно говоря, вот так. Но по-разному называют, сокращенно называют SXM, так называют международный код аэропорта принцессы Юлиану здесь. И вот, как бы, такой замечательный остров. Перелет был продолжительный. Мы летели через Майами, летели порядка 6-7 часов, поэтому уже вечер, так говорится, чувствуется усталость. Поэтому, как бы, вот, чисто, чтобы снять первый антураж, первые эмоции с этого замечательного Карибского острова. То есть, каждый Карибский остров, он уникален. У каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. Вот, то есть, опять же, сейчас особо не разгонишься, много куда не поедешь. На многие острова не пускают, если нет, как бы, прививки. Вот, у нас компания, как говорится, и те, которые любят привиться, и те, которые антипрививочники. Поэтому, как бы, выпал-пал на этот остров в Карибском бассейне. Ну, а, как я говорил, с достаточно большой культурой. И самое удивительное, что на этом острове уживается два государства. То есть, ну, даже занесен он в книгу рекордов Гиннесса. Этот остров, как самый маленький остров в мире, на котором сразу находятся два государственных образования. Понятно, эти государственные образования не самостоятельные. Подчинены они европейским странам. Но, как бы, водичка теплая, хочу сказать. Немножко, как говорится, обдает, освежает. Особенно после долгого перелета. Это то, что надо. И, как бы, ну, давайте я на этом буду заканчивать этот первый отчет. Просто хотел, как бы, передать вам атмосферу, антураж от первого посещения, как бы, этого пляжа, этой бухты. Ну, по пляжам, понятно. Они уступают Багамским пляжам, уступают пляжам Терксенкайкас. Вода не такая перламутровая. Но все равно вода, на самом деле, теплая. И получаешь удовольствие, находясь здесь. То есть, условно говоря, сказали бы мне по пляжам, что интереснее, Гавайи, либо Сент-Мартин. Но, видя этот пляж, я бы сказал, что Сент-Мартин. Вот. Но, на самом деле, это, как бы, один из лучших пляжей. Мы тут остановились. Но, опять же, это все в дальнейших моих отчетах. Следите за моими отчетами. Буду стараться раскрывать вам все детали. До скорой встречи, ребята. Пока-пока.